Мы разрабатывали с друзьями расширение для официального сайта через юзерскрипт. Собственно говоря, откуда он вначале пошел из родов. Жил-баллинг скрипт и с авторством ВКВ и Лазара. Собственно говоря, они разрабатывали, разрабатывали, бросили, проект умер. Но нашелся добрый LFX, и он решил поднять, продолжить именно для себя. Человеку было интересно, но что-то захотел сделать. Собственно говоря, он поддерживал автор, что не менял. То есть он говорил, что это их скрипты, я его просто поддерживаю. Но в какой-то момент страница сайта World of Tanks поменялась. И пришлось переделать внутреннюю структуру скрипта. Соответственно, уже от кода старых людей не осталось и упоминания. Поэтому считаем, что скрипт его. Собственно говоря, как родилась команда? Ну, мы узнали про конкурс. Попутно мы знали, что наш друг разрабатывает скрипт, и мы решили давать ему всегда умные советы. Что хотелось бы вот это, мы хотим вот это. Ну, у него, конечно, было кучу сообщений на форуме. То есть людям скрипт нравился. А мы решили, что чем мы хуже, почему он может участвовать в разработке, а мы не можем. Поэтому решили попробовать тоже свои силы. Ну, соответственно говоря, был охотой попробовать свои силы. Сможем мы или нет. Ну, как оказалось в итоге, попробовать-то получилось. Вроде выиграли, но есть некоторая неудовлетворенность с собой. Собственно говоря, на момент конкурса скрипт уже был. Он уже умел из разных сущников рейтинг. То есть, по сути, как бы наш скрипт не привносил чего-то уникального, каких-то хитрых расчетов. Он просто агрегировал это в интерфейсы сайта Wargaming. То есть, чтобы пользователи не теряли узнаваемость от продукта. Ну, строил графики, извини, своих рейтингов, запоминал информацию. Ну, мог запоминать информацию в самом себе, не только про текущего игрока, но и, допустим, список некоторых друзей. Ну, и можно было сравнить игроков. Ну, примерно так он выглядит сейчас. Ну, то есть, старый скриншот, ну, примерно так он до сих пор сохранился. Что нам хотелось бы больше? Это расчет статистики по танкам, потому что в текущей версии она считается очень-очень глупо. Она проходит, как будто мы открываем всю информацию по танкам. То есть, прокликиваем весь список танков. Похотелось просмотра расширенных рейтингов в клановой зоне. Ну, как бы про кланы, конечно, они ходят на другие статистики, на другие сайты, от сайта Ванны или прочее. Ну, для Красной Армии, может быть, это и они даже не знают. То есть, простое игрок хотел бы посмотреть, вот он увидел. Ну, и хотелось, конечно, быть хорошим разработчиком и написать скрипт, чтобы он был быстрее, красивше, лучше, ну, и чтобы его можно спокойно показать людям. Вот, смотрите. Да, у меня не лагает. Для кого мы хотели это сделать? Для людей, которые просто заходят в игру, играют соло-рандом, смотрят свою статистику, для которых, в принципе, знание абсолютно своей статистики неинтересно. Просто потому что играешь и смотришь, в чате часто пишут, а какой у меня КПД, сколько у меня там чего-то того-то. Ну, и понимаешь, что люди не все знают про замечательный XVM, и то, что кому-то интересно просто знать про себя. Вот, например, мне, в принципе, достаточно посмотреть, что у меня есть, мне хватает. Я как разработчик, мне моего скрипта нравится, я им пользуюсь, и меня все устраивает. Вот, ну, конечно, наш скрипт не претендует на супердинамику, потому что юзер-скрипт все-таки выполняется на стороне клиента, когда клиент заходит на страницу в браузере, на страницу статистики свою. И, соответственно, обсчет не может быть в реальном времени, как если бы мы использовали каких-то роботов, сервисов поддержки актуальности. От этого скрипта мы этого и не требовали. То есть наш скрипт – это такой некий малый компаньон, который вводит игрока уже потом в мир больших цифр, мы его большие статистики, но это уже когда его опыт растет, когда ему это интересно. Если ему достаточно просто интересно играть, получать довольствие от игры, то почему бы и нет? То есть не статистика, а сообщение на форуме показывает, что людям скрипт нравится, ну, соответственно, потраченное время не зря ушло. И почему мы думали, что это нам будет ценно? Потому что именно самое то, что мне нравится, то, что интерфейс именно от Wargaming. То есть я захожу в танки, я вижу тот интерфейс, который я привык видеть. Ну и, собственно говоря, некоторые рейтинги не обсчитываются. Например, рейтинг, все время забываю, ну, барейтинг, если не ошибаюсь. На его, кстати, нельзя посмотреть свою историю, как он менялся, почему, динамику. Это было сделано именно с сохранением своей статистики у себя в моем скрипте, ну, в нашем скрипте, чтобы мы могли посмотреть, как я что изменил. Вот. Ну, собственно говоря, мы делали это, это не сверх какой-то гениальный проект, но юзер-скрипт несет свои, выносит свои коррективы. Его вроде разобрать легко и сложно, ой, легко и, в то же время, немножко сложно. С другой стороны, легко, потому что это обычный JavaScript, то есть никаких хитростей, никаких усложнений, ничего сложного. Но, с другой стороны, он выполняется в сэндбоксе и, соответственно, вызывает некоторые проблемы его отладки. Самый, ну, и помимо отладки еще есть момент редактирования, то есть все браузеры где-то храняют его отдельно, то есть там ставим грезманки, ставим тамперманки, и все нужно куда-то закидывать, куда-то где-то редактировать. И в некоторых расширениях для браузера поставляется встроенный редактор, но, честно говоря, его возможностей не хватает, то есть ни подсветки кода, ни каких-то функциональных вещей тоже нет. Поэтому обычно редактировали в нормальных редакторах, а там уже использовали свой локальный веб-сервер, чтобы эмулировать процесс инсталляции скрипта, потому что юзер-скрипт, у него есть некоторые специальные заголовки, которые говорят, что в момент инсталляции нужно еще со сторонних источников что-то подтянуть, потому что не все можно засунуть в юзер-скрипт, ну, например, там графику или что-то, вспомогательные материалы. Собственно говоря, в отладке что было сложно, то что хочется, конечно, разрабатывать нормально с отладчиком, посмотреть, что произошло, почему, например, я вроде меняю статистику, а на сайте она не меняется, вообще что-то все не работает. Собственно говоря, breakpoint хочется поставить, вроде его ставишь в фаербаге, но он начинается с второй версии, он не работает. Разработчики, я сейчас, честно говоря, не вспомню, почему они говорят, что не работает, но breakpoint ставится, фаербаг этот скрипт видит, можно подключиться к нему, но отладка не работает. Поэтому приходится пользоваться старым, добрым, но не самым красивым способом консоли лог, когда мы просто выводим отладочную информацию. Собственно говоря, на стороне пользователя, если в браузере говоришь, что особых вариантов по хранению статистики нет, у нас либо есть куки на 4 килобайта, и то это очень мало, и, собственно говоря, и не нужно. Ни за чем в куке хранить информацию. Поэтому был использован Local Storage, до 5 мегабайт, все удобно, все хорошо, но, опять же, там хранится только текстовые данные, поэтому приходится запретать свои костыли и велосипеды, чтобы красиво все хранить. Ну и, собственно говоря, еще одна из проблем, это то, что наш скрипт зависит от сторонних источников данных, то есть если остальные сайты хранят все у себя и уже спокойно рисуют, то нам приходится это либо рассчитывать, исходя из Wargaming API, либо обращаться к источникам данных. Но бывает, что сайты тоже умирают или там у них происходит поломка, поэтому скрипт, соответственно, тоже может поломаться из-за этого. Ну не поломаться, а просто будет ничего, не будет ничего рисовать. Поэтому все, что мы можем рассчитать сами, мы стараемся рассчитать сами на стороне клиента, чтобы меньше зависеть от сторонних источников. Ну, взаимодействие команды было очень простым. GitGit плюс сервис GitLab, который типа локальный GitHub. Ну и самое сложное в нашем деле это было свободное время, потому что хочется, можется, но иногда обстоятельства не позволяют этого делать. И, собственно говоря, что еще хотелось бы сказать, то, что придя на этот конкурс, увидев, что есть люди поумнее меня, хочется подобнуть свои амбиции и все-таки закончить все наши, все наши, то, что все наши хотелки, чтобы они были закрыты, чтобы все в бактрекере, чтобы все было чисто и пусто. Спасибо за внимание.